Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. С начала года в столице зарегистрировано более 1600 пожаров и загораний, жертвами которых стали 25 человек. Еще 33, в том числе ребенок, пострадали. Минск чрезвычайный. Минувший четверг в дежурную службу МЧС по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Лобанка. В одной из квартир, предположительно из-за короткого замыкания электророзетки, загорелось имущество в двухкомнатной квартире. В результате происшествия поврежден диван и закопчена комната. Не допускайте перегрузки электросети и содержите электропроводку в исправном состоянии. В этот же вечер помощь спасателей понадобилась 4-летнему ребенку. Инцидент произошел на улице Сурганово. Палет девочки предательски застрял в стволе пластикового пистолета. Спасатели, используя специальный инструмент, освободили палец малышки. Помощь медиков ей не понадобилась. Привычные нам вещи могут принести немало хлопот малолетним детям. Поэтому постоянно рассказывайте им об опасностях, которые их окружают. Напомню, что с целью профилактики травматизма и гибели детей в чрезвычайных ситуациях, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция в центре внимания детей. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе пожар был зарегистрирован и на улице Семенова. В одном из боксов, предположительно из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ, произошло возгорание мусора и деревянного настила в смотровой яме. В результате оказались закопчены стены бокса, были повреждены кровли и пластиковые элементы кузова автомобиля Ауди А8. Исполнители огневых работ. Проводя огневые работы, не забывайте соблюдать правила безопасности и ежегодно проходить подготовку по программе пожарно-технического минимума в Минском городском управлении МЧС. В начале недели спасателям стало известно о пожаре в центральном районе столицы. На территории частного домовладения по улице Речной горела летняя кухня. Огонь повредил стены, деревянную обшивку потолка и кровлю. Вероятнее всего, причиной пожара стал поджог. По этой же причине во дворе дома на улице Ландера горел пластмассовый детский аттракцион. Умышленное нанесение ущерба имуществу с использованием огня влечет за собой административную и уголовную ответственность. Знайте и помните это. На сегодня все. Будьте здоровы и непременно слушайте нас в следующий четвертый. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.